Привет, поймончики! С вами Торо, вы на канале Анисан Рейс, и мы продолжаем свои приключения в Геншин Импакт, и вчера случилась беда. Самая страшная беда для стримера, когда слетает винда, слетают все настройки, слетают настройки ОБС, вообще слетает абсолютно всё. Я попытался всё по максимуму восстановить, но я не уверен, что всё будет работать правильно, потому что там куча запар было с уведомлениями и прочим. Поэтому сегодня может быть косячный немножко стрим, но я надеюсь, что всё будет хорошо. И начнём мы сегодняшний наш стрим, конечно же, с открытия гачи. У нас сейчас в руках... Так, погодите, в руках у нас сейчас... У нас сейчас нужно сменить управление на геймпад. У нас сейчас 22-й ранг приключений, и у нас доступна... Ну, целая куча новых квестов. В планах сегодня закрыть квест о полуночном герое. Делюк, война с магами бездны, это обязательно сегодня закроем. Затем, первым делом мы отправимся на квест, что значит лупикал. Этот квест нужен для еженедельного задания боевого пропуска. Нужно выполнить испытание волка севера. А сегодня воскресенье, и как бы вот. Поэтому нужно по максимуму успеть это дело. Ну, наконец-то догонишь, догонишь. Учитывая то, насколько медленно я прокачиваюсь, догонишь обязательно. Азм, ну, устраивайся поудобней, заваривай чаёк. А мы начинаем. У нас 4 крутки. Есть гачи с Венти, и я чувствую здесь пятизвёздочного героя. Хотя бы одного. Сегодня мне точно должно повезти. Я не верю, что Джин это был мой предел, и всё. Рис, привет. Шпинат, спасибо, спасибо, спасибо. Можно мне удачу? Можно мне удачу, пожалуйста. Да, шпинат, спасибо большое. Мне бы удачки немножко. Потому что что-то даже 4 звезды мне не падает. Ну, как бы с 10 прокруток должно упасть что-то гарантированное. И, наверное, вот это 10 прокрутка. Дайте, что-то. Да, что-то есть. Это была 10 крутка. И кто-то есть. Кто-то, ребята, есть. И это ещё одна Барбара. Да, Леон, я вот ты немножечко опоздал. Буквально на минутку я об этом как раз рассказывал сегодня. Что по боевому пропуску нужно это дело закрыть. Да-да-да, удача шпината пришла. Так, Барбара. Это хорошо. Говорят, нужно много Барбар для того, чтобы она была полезной. Там у людей по 4 Барбары. Я один, наверное, такой остался, у кого Барбара одна. Ну вот просто одна Барбара и всё. И больше ничего нет. А что мы можем прокачать? Баллада счастья. Барбара каждые 10 секунд восстанавливает одну единицу энергии. Чего? Он бесполезный хлам. А вот дальше начинается уже нечто полезное. Ладно, хорошо. Первый навык, он абсолютно бесполезный. Не, ну может он, конечно, и полезный, но, наверное, не для меня. Всё. Прям совсем справились. Совсем разобрались. И идём закрывать квестик с Делюком. Потому что прервался я вот прям где-то там в конце. Когда была ему объявлена война от магов бездны. Так, а где у нас сам квест-то? Ага, ну, винокурня. Понятно. Поехали. Да, Лен, кстати. Как вариант, можно вскрывать. Я бы не отказался от возможности сегодня выбить себе Делюка. Ну, почему бы нет? Либо Кицын. Ну, либо Делюк. Любой из этих персонажей, я думаю, меня порадует. Кстати, ребят, вот после того, как слетела винда, в первую очередь, что меня интересует по стриму, это звук. Нормально ли всё со звуком? Потому что FPS, как бы, вроде бы адекватный. Кадры тоже нигде не теряются. Нормально. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Я вчера, я перед стримом поспал 4 часа из-за того, что мне нужно было всё вернуть в исходное состояние. Зато винда, конечно, летает. Это плюс. Винда теперь стоит на SSD. До этого она была на очень убитом харде. Винда теперь летает, но я потратил на это очень много времени, чтобы всё это дело хотя бы немножко ожило. Ой, у нас... Кстати, давайте квестик этот примем и потом его выполним. Хочу, Лоли. Как это звучало? Ли... Любитель Лоли, спасибо тебе, конечно, но... Почему так это было озвучено? Господи. По поводу Лоли. Это тебе нужно обращаться к Фоксу. У него там целая коллекция Лолей. Мне Лоли падают очень редко. А вот есть у нас здесь ребята, которые собрали почти полную коллекцию Лолей. Я их, конечно же, осуждаю. А! Вы поняли? Вы поняли, короче, подставу? А у меня что? Я ещё и Геншин в придачу переустанавливал, скачивал с нуля после краха винды. Так, погодите, погодите. Настройки, настройки, настройки. Что, что, что за озвучка неприятная? Уху, что это, что это вообще такое? Как, как, как можно так себя не уважать? Во, всё, готово. Японская озвучка. Господи, как, как, как это звучит, как этот донат звучал? Это отдельная история. Так, давайте примем допквестик у главной горничной. Хорошенько всё почистите и вымойте. Первое впечатление клиентов самое важное. Простите меня. Мы будем внимательней. Похоже, да, на винокурне что-то случилось. Приветствую, путник. Добро пожаловать в винокурню рассвет. Буря прошла, но мы всё, мы всё ещё наводим после неё порядок. Я как раз пытаюсь организовать уборку, но Мока и Хили, они просто, они просто как химия. Даже в рифму. Мока и Хили как химия. Простите меня. Да, те, кто на канале с 2018 года, они знают, что такое химия. Мы будем внимательнее. Вы это уже говорили. Если у вас есть время на извинения, вам стоит потратить его на уборку. Пошевеливайтесь. Грин, привет. Ох уж эти девочки. Но почему они такие небрежные? Они так с уборкой никогда не закончат. А ведь ещё нужно убраться и внутри. Ну, Азур, кота игре, кота чат. Всё справедливо, я считаю. Ладно, я мастер метлы. Правда? Очень хорошо. Я с удовольствием принимаю твоё предложение. Пойдём внутрь. Там много где нужно убраться. Не-не-не, отпустите, отпустите. Я сначала мы дирюка закончим, а потом уже уберём винокурню. Грин, тебе выпала кицин? Я максимально осуждаю, потому что я охочусь сейчас только за ней. Ну и ладно, и за делюком. Поздравляю. Вот это добыча из гачи. Действительно приятная. Если бы мне сегодня выпала кицин. Ну вот смотрите. Нарядить ребята упорно... Упорно осуждали игру за очень низкий дропрейт. Ну что он прям очень низкий. А типа 0,6% на пятизвёздочного героя. Ну, моё... Как бы... Даже у меня есть пятизвёздочный аджин. Ребятам вон кицин дропается. Да много кому дропаются эти персонажи. Я не думаю, что здесь всё так плохо. С шансом получения адекватных героев. Ну, под адекватными героями я не подразумеваю. Вэнти, конечно же. Это Трапик. Он просто супергерой. Дирюк, у нас для тебя плохие новости. Мы только что были ворда Фавониусы. Объявление войны? Чего? По-моему, этот диалог у нас вчера был. Хм. Шпинат, из 90-й гачи тебе... Ну, вот 90-я гача. И тебе гарантированно должен упасть один пятизвёздочный. Должен, должен, должен. Объявление войны? Я в курсе. Спасибо, что проделали этот путь, чтобы оповестить меня. Ну как? А, ты... Всё, понял. Со всех. Вот поэтому я стараюсь сначала открывать гачу... Эвентовую. Потому что, ну, там, две недельки осталось. Ну, чуть больше. Я хочу всё-таки 90-е открытий её сделать, чтобы... Ну, 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 блин. У винокурни Рассвет есть информаторы не только в криминальном подполье. Здорово. Ну, каков наш план, господин Дилюк? Я готов выслушать ваши предложения. Ну, да, с рыцарями он же не объединился. Нет, не так мы только сыграем на руку Ордену Бездны. Они рассчитывают, что таким образом я открою свою личность перед рыцарями Орда Фавониус. Подождите, у нас же был вчера этот диалог, что пошло не так? Если Орда Фавониус узнает, кто я, то они будут пытаться вмешаться во все мои дальнейшие планы. А в конце концов, ни одна могущественная организация не хочет, чтобы их превзошёл кто-то посторонний. Да уж, Орден Бездны добавил нам проблем. Подлые мерзавцы. Не, если они разозлили Паймон, то всё. У меня есть одна идея, но сперва мне нужно собрать побольше информации. А именно, понять, о чём говорится в зашифрованных частях письма. В зашифрованных? В тех, от которых у Паймон начинает болеть голова? Знаете, после того, как я увидел сегодня Арктик, где Паймон едят как торт, я больше ничему не удивляюсь. Это должен быть шифр, понятный только Ордену Бездны. Возможно, его используют для переписки между членами Ордена. Ну, это шифр, да. Значит, что письмо содержит не только вызов мне, но и приказы для них самих. Когда становишься героем для одних, тут же становишься врагом для других. А, глаза, глаза. Ну, не суть, не суть, там, в принципе. И так как я уже давно являюсь врагом Ордена Бездны, они наконец-то сделали меня целью, против которой объединяются их отряды. Ах, да, чтобы быть супергероем, обязательно нужно быть настолько умным. Я всего лишь понимаю своих врагов. Как я уже говорил, герои и злодеи, две стороны одной монеты. То есть, поймон не судьба стать супергероем. Ну, так что мы планируем делать непонятные даробарщины в письме, как мы ее поймем? Очень просто. Когда что-то не ясно, лучше просто спросить. Мне удалось выяснить расположение их крепости. Можешь ко мне присоединиться, если хочешь? У нас выбора не... Вот, по-моему, на этом остановился наш вчерашний... Наши вчерашние прогулки. Леон, поясняю. Поясняю, поясняю. Леон нужен... Быстрый квест-горничный. А давайте, кстати, пока мы на винокурне, почему бы и нет. Да, там четыре пятна нужно убрать. Ладно, пойдем уберем эти пятна. Дракон, привет. Дилюк нужен для того, чтобы повысить свое ЧСВ и хвастаться тем, что у тебя есть Дилюк, очевидно же. Ну, ты представляешь вообще? Ты просто сможешь говорить... А, здесь еще один квестик. Лоша, привет. Ты просто сможешь говорить всем, что у тебя есть Дилюк. Ты можешь красивые скрины делать с Дилюком. Да еще и к тянкам можно подкатывать, если у тебя есть Дилюк. Ох, этот шторм так раздражает. А, это вы путешественник? Господин Дилюк говорил о вас. Он сказал, вы опытный и весьма умелый искатель приключений. Ой, но я не о том. Вы пришли к нам на винокурню рассвет, чтобы подобрать вино? Нет, чтобы просто выпить. Простите, но вы пришли не в лучшее время. Из-за недавнего шторма, три дороги, ведущие из винокурни, стали непроходимы. Хотя, рыцари орда Фавониус очень быстро расчистили беспорядки, учиненные штормом. Но монстры в округе будто обезумели и почему-то вышли на дороге. Люди могут пойти в обход, но телеги нет. Мы не можем не вывезти вино, не получить сырье. Это печальнее всего. Вот, вот, смотрите. У Оши сейчас больше всего шансов познакомиться с хорошей девочкой. Потому что у него есть Дилюк. Знаете, у кого-то есть Кадиллаки, но этих людей нам не понять. Если у нас есть Дилюк, то... То всё. Но для меня доходили слухи о ваших приключениях, и я знаю, что ваше мастерство велико. Может быть... Не, книжки я ещё, кстати, не читал. Если вам не трудно, вы не могли бы помочь мне навести порядок на дорогах? Да не вопрос, конечно. Замечательно. Спасибо вам за желание помочь. Я отмечу эти дороги на вашей карте. Пожалуйста, помогите нам. Не то, чтобы это было моё желание, мне просто нужно... Кхм-кхм... Ранк приключений апать. Ну, опять же, на консерву особо тян не половишь. Типа, как бы... Вот. С Дилюком в этом плане у нас всё абсолютно проще. Так, я куда вообще пошёл-то? Угу. Я пошёл на дорогу. Понял. Я сегодня на стриме тупить буду просто дико, потому что 4 часа сна... Ой, как дают о себе знать. Я сейчас просто сижу, залипаю в монитор и ничего не понимаю. Плюс 370 к урону? Ну, эта штука уже занятная. С этой штукой можно уже и на волка сходить. Так, соберём книги, потом, может быть, они пригодятся. Так, мадам. Замечательно, что ты можешь мне помочь. Ну, а эти двое... По правде, от них вреда больше, чем пользы. Да, там рэм и рам. Ладно. Да я не верю, что с горничными, может быть, всё так плохо. Так, это не погреб? Да, возможно, это погреб. Шадик, здравствуй. Я не мог. Да ладно. Всё так просто? Подождите, а где грязь на пол... А-а-а! Да ладно! Блин, Миш, спасибо. Я бы мог прочесть описание квеста, но я бы прочёл его после, знаешь, получаса, наверное, мучений с этим квестом. Мне нужно квест для волка выполнить. И нужно успеть ещё, пока не прошло это, не закончилось воскресенье, выполнить квест с волком на эту. Господи, на боевой пропуск. Да ладно, волк же изи. Ты что? Не-не-не, первое убийство волка должно быть именно соло. Ну, типа и по квесту, и так. Ну, теперь всё чисто. Доложим об этом госпоже. Мм, доложим. А, ты уже закончил? Ага. Отлично. Ты мне здорово помог. Буде я одна, не представляю, когда бы со всем этим управилась. А если бы за дело взялись девочки, сколько всего они сломали бы и побили? Отличные у них горничные здесь. Пожалуйста, примьи. Прошу прощения, что тебе пришлось подметать. Ты всё-таки наш гость. Я мастер метлы. Вообще-то. К твоему следующему визиту здесь всё будет сверкать. Ха-ха. Да ладно, после убийства этих всяких кубов. Ну, типа, убийства электрических кубов. Фишель. Да, у нас есть Барбара, у нас есть как бы... А, ну сейчас нету, ну ладно. Но вообще у нас есть Барбара и у нас есть это самое. Наэлька. Типа, набрасываешь на себя щит на Эль, набрасываешь на себя баф и в путь. Так, крепость Хиличурлов. Поехали. Вот, волк хорошо падает от дальников. А я очень, кстати, как бы фишель. Прям очень удачно. Да мне самому интересно. Сейчас мы пройдём квест Делюка и сразу же пойдём выполнять квест с волком. Чтобы пощупать его своими руками. Не, у меня не ляжет. У меня... Точно он быстро не ляжет, потому что у меня с Наэль всё плохо. Пока. У меня по артефактам вообще проблема. У меня... Хотя бы чуточку их есть у... Фишель. И то они очень-очень плохие. Но они хотя бы просто есть. И это уже радует. Робик, привет. Кстати, Шарик, бытует мнение, что можно его не доводить до второй фазы, можно его убить быстро. Слышал я такое. Да, вот и пришли. Орден Бездны. Любят устраивать лагеря в такого рода заброшенных руинах. Пойдём. Действовать нужно быстро. Ну, кто-то говорил, что с ним нужно не затягивать и очень быстро его убивать. Тогда всё изи. Хотя я сомневаюсь, с другой стороны, что кто-то специально бой с ним затягивает. Если это не я, конечно. Варвар, привет. Так. Ой, смотрите-ка. А у нас здесь два. Ключ к шифру. Ага, ага. А-а-а, подождите. Стойте, господа. Посмотрите, что есть. Есть ключ от усыпальницы глубин Монштадта. Есть? Есть. А у меня как раз-таки в приключениях, по-моему, мне не хватает. Опыт. Да, мне нужно открыть одну усыпальницу. То есть, по-любому мне нужно будет после этого пройти ещё вот это подземелье храм льва и получить ключик. Моя лексика сегодня немножко сонная. Так, ну что, на эль не берём. Оставляем себе два пира персонажа для того, чтобы на элька могла... А, ну и нам пира как бы рекомендуют. Так что, всё славно. Ну, нингуан у меня вообще первого уровня. Блин, ну, как бы, девчон... Опа! Здравствуйте! Надо заскринить, типа, у меня делюк есть. Шесть ключей. Ну, я хитрый, я ещё ни одного не получил. Точнее, как сказать, хитрый? Типа, а почему... А почему делюк геймплей на... Геймплей на, по-моему, делюк очень даже неплох. Допустим, хотя бы вот этот его перк, он очень неплохо работает. Им удобно щиты вот этим тварям, допустим, сбивать. Почему нет? Ну, хотя, ладно, ладно. Здесь Мишка тоже довольно неплох. Он тоже неплохо всё это дело поджигает. Ну, не знаю, себе я бы его в любом случае хотел. Просто, чтобы был. Да, богатенькая Милфа. Да-да-да. Но я ещё слишком молоду для того, чтобы об этом думать. Поэтому она пока меня просто дожидается. А Кость, привет. Молод я ещё для свадьбы с богатой императрицей или кто она там? Бля, здравствуйте. Ммм, душевно. Так, щит горит, всё хорошо. Думаю, щит там умрёт своей смертью. Особо здесь помогать ему даже не нужно. Двадцать пятый, ну, поздравляю, там на двадцать шестом-то ещё один квестик. Блин, двадцать пятый, ты же возвышать, ну, пасить теперь и можешь. Я бы тоже не отказался. Но сегодня я, наверное, точно двадцать пятый не апну, ну, потому что... Давай, Варвара, удачи. А было до этого многое. Ну, Сян Лин, она очень быстрая. Ну, опять же, всё зависит от того, как собрать персонажа. Ну, двадцать восьмой и нет квестов, а тридцать восьмой, а тридцать восьмой... Ой, на тридцать... на тридцать втором есть квест. Я, когда попаду в такую беду, где не будет квестов, я просто призову интерактивную карту и пойду выполнять все мировые квесты. Потому что пропустил я их довольно много. Вот ульта, допустим, Делюка очень неплоха против этих тварей. Хотя, Сян Лин... Тут я даже не знаю. По-моему, ульта Сян Лин будет получше. Там ведь у нас у Делюка пока, пока, по крайней мере, идёт же просто, как бы, удары, баф, оружие на урон огнём. Вот, кстати, да, самое время. Ну, 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 типа, здравствуйте, да? Может, упадёте? Да ладно, ребят, делать нечего, делать нечего. Уже там тестеров набирают, да. Тестирование обновы 1.1. То есть, новая локация, новые квесты, новая глава сюжета. Думаю, ждать осталось недолго. Ну, типа, я как раз закрою к этому времени сюжет. А, ну да, до четвёртого... До четвёртого... По-моему, до четвёртого же набор был. А может, до третьего, кстати. Ну, как бы, в любом случае, значит, уже довольно скоро нам должны подвести новый контент. Я думаю, как раз к тому времени я закрою весь вот старый контент. Хм, господи, старый контент в игре, которая вышла неделю назад. Ну, ждать новый баннер я буду только после того, когда я получу в Энте. До этого я не особо хочу. Я ещё здесь не всё закончил. Есть! Блин, есть у нас здесь преподаватель один, но его сейчас на стриме нету. Да, у нас есть Серёга, мистер Диабло. Он странный преподаватель, но, кстати, да. Блин, а точно ведь? Почему бы Электрослаймов не попинать фишель? Ну, не вижу никаких препятствий. Нарвём привет. Так, стоп, погодите, объясните мне, пожалуйста, почему я умираю? Как такое могло произойти? Вот, и если бы я на себя ещё набросил щит на Эльке, то это было бы вообще просто топ. Ну, а это нужно скорее где-то на боссов, когда урон прилетает очень-очень хороший. Когда один маг тебя задерживает на пять минут. Как вы меня здесь нашли? Орда... Орда... Орда Адбросиус. А-а-а-а... Я не из Орда Фавониус. А теперь говори, каков ваш план? Письмо всё-таки дошло до тебя? Славно. Если думаешь, что я расскажу тебе все наши секреты, то ты глубоко заблуждаешься. Гриффит, привет. Я бы сюда Лизу отправил? Лиза бы, я уверен, она бы всё узнала. Похоже, ты не понимаешь, в какой ситуации оказался. Сжечь ладонью огненной кары? Ты используешь глаз бога, чтобы пускать пламя из рук? Горячо! Это он ещё легко отделался, Лиза не была бы. Такой мягкой с ним. Поглядим, насколько тебе хватит. Стой, стой, стой! Пожалуйста, больно же! Попробуем расспросить? Я скажу всё. Прошу, не надо. Я всё скажу. А сколько пафоса-то было в начале. Типа, нет, нет, нет. Орден. Они собрали силу, которую объединяет ненависть к полуночному герою. И они двинутся городским в... Городским воротом Монштадта. Завтра в десять вечера. Я больше ничего не знаю. Пожалуйста. Не надо меня больше жечь. Это всё? Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы скрывать что-то ещё. Ну, Делюк, да, немножко похож, но скорее он просто похож на слащавого мальчика. Ну, хотя нет, нет, погодите, погодите. Та должность уже занята Кэей. Так что Делюк здесь пролетает мимо. Там уже всё занято. По сути, у нас здесь только люди и хиличурлы. Больше. Хотя есть же, подождите, есть девочка с ушками-то нечеловеческими. Одна. По-моему, даже это та лаля. Подождите, ци-ци что ли? Я мангу не всю прочёл. Я был слишком ленив. Кэей. Ну да, есть девочки, в общем, с ушками. Кошачьими. Этой информации доста... Кошачьими, господи, эльфийскими скорее. Во-во-во. Этой информации достаточно. Теперь мне нужно подготовиться. Буду благодарен, если ты будешь держать меня в курсе плана ворда Фавониус. Так точно, господин Дилюк. Всё, что пожелаете, господин Дилюк. Подождите, какого... Он опять еды, Паймон, пообещал. Хм. Посмотрим, посмотрим, кто на следующей неделе, да. Всё в порядке. Диас, привет. Господи, у Дилюка какие-то проблемы. Ой, у Паймон проблемы с Дилюком. Ну, в связи с последними событиями. Господин Дилюк, официально занял первое место в моём личном списке людей, которых нельзя раздражать ни при каких обстоятельствах. То есть, подожди. Паймон, теперь она Лизу сместила на второе место? Эпл Блэк, привет. А ничего ещё не было. Только начали. А, ты пропустил, как нам выпала Барбара. Ещё одна. Блин. Девочек с очками? Не, пожалуй, я их готов тебе вручить. Я за девочек с хвостиками и ушками кошачьими. Так что... Мы в этом плане с тобой не конкуренты. Паймон, ещё раз была очарована Дилюком. Да шо ж по хп-то так больно. Так, надо бы узнать о планах ры... О, кстати, о планах рыцарей. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка выполним сначала поручение. Раз, но рядышком. Макс, привет. Пухляши пиротехники. Хайпфу, поехали. Во, за девушек с сюжетами. Простите, там все модераторы наши. Они как раз-таки за девочек с сюжетами. Я осуждаю. Я осуждаю. Я явно не из этого числа. Ах, кицин-кицин, да вот носу... Ещё раз осуждаю. Почему всем кицин дропается, а мне нет? Хотя мне она нужна больше всего. Но серьёзно, мне нужнее. А, ну Фокси, да. Фокси ещё по валям, согласен. Я всех так вот взял под одну гребёнку. Диас, да вот. Пытаюсь спать на стриме. В целом всё норм. Так, а чё где? Так, Барбара, давай мы бафнемся. Ой, как, кстати, как удачно прям. Давайте сжигать щит. Ай. А чё так больно-то? У меня же она была с 40-го... А, ну там тоже, да, по факту всё плохо. Понятно, почему так больно. Название стрима, с чем связано? Со вчерашними артиками, которые мы в Дискорде бросали. Где АГГ варил Паймон. Поэтому да. О, Макс, это да. Это типикал я. Я тоже так умею. Довольно часто делать. Ну, Рэ, ну, да там ладно, там забудем. Это было в другой вселенной. Фул Барбара. Диас, я уже отвечал. Просто спам, как бы, не лучшее средство. Так, всё. Теперь идём точно узнавать о планах. Ой, и как раз там ещё одно поручение. Ну, отлично. Эгель с кошачьими ушками. Ну, не знаю, если бы... Если бы здесь была возможность получить Эгеля с кошачьими ушками... Я бы вдонил на эту гачу. Так, а ну, поехали. А, Фокси, я говорил, что на этом... Что на третьем уровне мира больно. Неа? Какая головная боль? Что ж мне с этим делать? Я готовлюсь к отборочным соревнованиям вордов Авонниус. О, так за рекомен... Через постель можно получить рекомендацию, насколько я знаю. Сегодня у меня тоже должна, кстати, фишель упасть. Хм. Ну, по-моему, я каждый день стримом получал по одной фишель. Я думаю, сегодня традиция не должна нарушаться. Ну, а мне никогда не стать такой же сильной, как Джин. Нужно уделить... Нужно уделять внимание технике, а не силе. Например, я хочу срубать все эти деревянные чучела одним ударом. Если у тебя найдется минутка, подскажи, как это сделать. Ну, давай попробуем вместе. Ну, подождите. Медина же умела, нужно просто разозлиться. Так, а тебе нравится командный бой? Всегда приятно знать, что ты не один. Но я училась сражаться только в одиночку. Если бы только у меня было оружие побольше, или такие элементальные силы, как у Джин, я бы разнесла эти чучела в щепки. Попробуй победить все тренировочные чучела за 2 секунды? То есть, все это вот эти? Уфу, допустим. А что я могу, ультануть могу? Я могу, в принципе, ультануть Фишель в надежде на то, что... Нет, мне нужна ульта Асен Лин. Мне просто нужна нормальная ульта, иначе все тлен. Да, просто ульта Асен Лин и все. А ульта у нее копится долго. Так, так. Подождите, какого персонажа мы еще можем взять, чтобы так ультануть? На Эль. Подождите, мы можем на Эль ультануть. Если у Наэли будет ульта, то мы, в принципе, справимся же, да? Так, Беннет, ну-ка, прости. Вот, у Наэли есть ульта. Все, все. Давайте, поехали. Ну вот же, ну вот же. Все, готово. Наэль иногда может быть полезной. Ммм, кстати, почему бы и нет. Получилось. Я бы в жизни не догадалась. Спасибо. Теперь я сама попробую. Беннет, ну, Беннет не сказал бы, что мне нравится, но у него ульта. Очень даже неплохая. Если ее научиться правильно использовать, то, я думаю, можно вполне себе выжимать. Хороший ДПС. Вот, кстати, не видел. По поводу еды на восстановление. Ха. Ульты не видел. Так вот, вот. У Беннета, да, ульта прям очень такая душевная. Так, где там? О, опять этот саундтрек. Я под него просто залипаю. О, наш старый друг, кстати. Хоффман. Давненько мы не виделись. Что же нам делать с объявлением войны, если... Если не получится найти полуночного героя? А, это вы. Скажу честно, непростое это дельце. Дрыгай, дрыгай, дрыгай. Ммм. Это уже отдельный фетиш, на самом деле. Я только что с совещания. Мы обсуждали наши дальнейшие действия. И знаете, что мы решили? Объединиться с полуночным героем? Давайте, рассказывайте. Нет. Тогда люди будут думать, что мы объединя... Что мы одобряем его существование. Поощрение единоличного геройства в городе подорвет авторитет орда Фавониус. Ну, он так и думал. А Делюк точно так же и думал. Понятно. А какой тогда план? Установите личность полуночного героя и предложите ему нашу защиту. А. Сергей, да. ПК-ПК. Это на ПК, на PS4, на Android и iOS. Защиту? Кажется, он и без вашей защиты неплохо справляется. Тихо. Ладно. Вы помогли Ордену в прошлый раз. Поэтому, я вам скажу по секрету. На самом деле, защита, это всего лишь прикрытие. Наш план, взять это дело полностью на себя. Я, да, как и Делюк тоже это предугадал. То есть, вы хотите дать полуночному герою погеройствовать? Но почему? Во-первых, чтобы доказать народу наш авторитет. Горожане должны знать, что они во всём могут положиться на рыцарей, даже если не будет никакого полуночного героя. А. Во-вторых, Орден Бездны не знает пощады. Если с полуночным героем что-то случится, это только раззадорит злодеев. Тоже логика вышла. Ничего себе. Никогда не думала, что Ордов Авониус такие сентиментальные. Но сначала, нам нужна личность полуночного героя. Без неё ни один план не сработает. Не нужно так убиваться, Хоффман. Просто делай, как я говорю. Гайя, Тайчо. Капитан Кэя? В последнее время, господин Дилюк каждый вечер поднимает... Подменяет бармена вдоль ангелов. Поручаю тебе в это время не спускать с него глаз. Ну как, справишься? А Дилюк... О, а Кэя что-то подозревает, да? Так точно, капитан Кэя? А это? Вы хотите сказать, что господин Дилюк и есть полуночный герой? Хм, кто знает. Это всего лишь догадка. Понятно, сейчас мы Дилюку всё расскажем. Что за ним следить будут. Блин, чё-то мы на два фронта на самом деле воюем. Мне это не очень нравится. Чё-то как-то на два фронта, это очень такое себе. Как бы мы потом с двух сторон не огребали. Так, поймешь, а тихо. Ты чё? Да здесь все персонажи полезны. Всё зависит от твоего стиля игры. Как ты их наденешь, какие сеты им соберёшь. Играбельны абсолютно все персонажи. Опять же, дело чисто вкуса. Ну как сказать, я за Дилюка. Я и за Кэю тоже. Ну типа, он родственная душа. У него тоже есть повязка на глазу. Так что, по-любому, должна ему как-то Фишель симпатизировать. Вот, далее он полностью согласен. Есть бесполезные игроки. Героев здесь бесполезных пока нету. Хотя, шуточки про трапа в Энте, но это ладно. Это мы на потом оставим. Настанет время этих шуточек, когда я себя выбью в Энте. Так, погодите. Может, меня всё-таки впустят внутрь? А, вход был немножко не там, да ладно. Доказательство несуществования полуночного героя. Название уже нравится. Дилюк, нам нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Насчёт Кэи. Он опять всё знает. Нет, Леон. Другой не может выпасть. А знаешь почему? Потому что мне уже выпал другой. А, значит, следующий... Будет стопроцентно ивентовый персонаж, то есть в Энте. Мне уже Джин из этого баннера падала. А второй персонаж... Гарантированно будет падать тот самый, который нужен. Можно было сразу догадаться, что он это так просто не оставит. Вы недолюбливаете друг друга, верно? Ну, это не имеет значения. Важно то, что рыцари отреагировали именно так, как я и ожидал. Консервочка сегодня утром накушалась. Она и так мои запасы съела. Хватит её вечно кормить, она летать не сможет. Так, какие идеи? Так, дайте-ка немного подумать. Хм. Если они хотят устроить слежку, мы не будем им мешать. Алиби нам не помешает. Алиби? Что за алибили... Абилиби? Что ещё за алибилилиби? Хм. Окажи мне услугу, и я объясню. Понимаю, просто понимаю. Заинтриговал. О, Паймон, какая же ты всё-таки. Паймон, ты... Ты понимаешь, что тебя снова развели? Ты снова будешь работать за бесплатно. За алибилибили. В садах к северо-западу отсюда выращивают лучше в Монштадте туманные цветы. Вокруг сада также растут и дикие цветы. Да, консервочка, консервочка. Сколько же с ней уже мемасиков, господа. Буду весьма благодарен, если вы принесёте мне немного тех цветов. А я пока займусь подготовкой. Туманные цветы у меня есть, Делюк, брат, друг. Да в смысле покинуть винокурню? Есть у меня эти цветы, но были. Да, точно были. Делюк уже просто ездит на нашей консервочке. Всё, отдать Делюку 4 туманных цветка. Держи. Я ж говорил, что у меня есть. Держи. Не зря же я лутал. А, вы вернулись. Позвольте представить вам нашего главного винодела. А сейчас мы ему напялим парик. Столько туманных цветов. Не терпится увидеть результат. А мы что, подмешаем что-то в вино, да? Ты уверен, что оборудование выдержит такой уровень чистоты? О, только подумать. Я разговариваю с самим владельцем винокурни. Или мы хотим сделать очень крепкое вино. А, Леон. Нет, наверное. Я точно помню, что я закончил квест... Ну, почти закончил квест с этим, с могильником. Где поле битвы, в общем, под барьером было. Там мне осталось только подойти к главному сундучку. Не нужно волноваться, господин. Я буду служить вам, даже если это будет стоить мне моей жизни. Стоить жизни? Вы вообще что замышляете? Я пока пойду. Чем раньше начнем? Зачем ему столько туманных цветов? Хочет маме букет подарить? Та. Та пойму, та. Если коротко. Пару дней назад эксперты свинокурни экспериментировали с новыми вкусами. Они хотели выяснить, придает ли вино освежающий аромат добавление туманного цветка. А вкус оказался действительно чарующим. Более чем. Значит, это вино неплохо продается? Неа. Оно начало привлекать столько слаймов. Чтобы выжить, слаймы полагаются на экстракты элементальной энергии. Они не могут устоять перед нашим вином. Сколько вреда можно нанести, зная эту информацию? Заставляет задуматься. Ага, мы-то теперь знаем. Что это за шум? А у винодела что-то пошло не так. Не, пойму, не то слово. Консервочка наша. Холодно. Господин Делюк, очистка завершена. Но оборудование. Великолепная работа. Не волнуйся за оборудование. Я прикажу дворецкому немедленно заказать новое. Ли-би-би-би-би. Ну, блин, ничего. Он обязательно расскажет, по-моему, он думает. Мистер Делюк живет на широкую ногу. Да, она уже присматривает себе мужа. И, в принципе, я думаю, Делюк ей подходит. Весовая винокурня. Хозяин таверны. Образован. Умен. Так что, Паймон, задумайся. А, вот еще для чего можно себе Делюка, чтобы это... Мужа! Паймон подогнать. Это то, о чем я говорил. Экстракт туманного цветка. Для удобства назовем его элементальной приман... Назовем его элементальной приманки. Приманкой. Короче. Ну, Леон, да. Я тоже надеюсь, что не зря. Там, по-моему, 14 тысяч нужно. Вау. Какой сильный элементальный запах. А как нам его проверить? Плесните немного на землю вон там. Только будьте осторожны. Совсем чуть-чуть. Окей. Сейчас слаймы повлезают. Так, ладно, только интересно, слаймы какой стихии у нас повлезают. И что, все? Приехали? Чувак, твое вино не работает. А, вот столько достаточно? И долго ждать? Ух ты! Оно и вправду привлекает слаймов. Даже сильнее, чем мы думали. Эффект превзошел все ожидания. Леон, так может они упростят в обнове 1.1? Нужно с ними разобраться, прежде чем они разгромят все поместье. Согласен. Давайте защитим горничных, которые здесь обитают. Так. Поехали. Ну, вроде как разгромили. А нет. Не все было так просто. Да, они просто могут, допустим, следующее обнове упростить. И тогда все, ну, не так радужно. Хотя, меня и так устраивает. Сказал человек с джинн. Да. А, ну, второй уровень мира еще не страшно. Вот на третьем там уже душевно. Так, че, все. Я уже хочу себе третий уровень, там, наконец-то, нормальный дроп. Ох, такой сильный эффект от такой маленькой охапки цветов. Ну, вот не зря мы их собирали. Ладно, господин Делюк, ты можешь, наконец-то, рассказать, что ты там задумал? Да, мой план состоит в том... Вот и весь план. Спасибо, Делюк, очень интересный план, мне нравится, я обеими лапками за... Ты уверен, что это сработает? В твоем плане, есть... Есть только ты сам. С самого начала, был только я один. И с новыми проблемами, справляться тоже должен я один. Ну, Паймон, ну не стой, иди там, приласкай, утешь будущего мужа. Ну, ладно, раз уж, раз ты уже так решил... А, Паймон решила с ним согласиться, типа, поддерживает будущего мужа, ну, тоже неплохо. Но все равно, Паймон и Тору будут тебе помогать, так ведь, Тору? За достойную цену. Эй, ты чего это, парень? Ну, тебе нужен Делюк, не мне, так что я готов работать только за деньги. Я и вправду у вас в долгу. А теперь, давайте следовать плану. Увидимся в таверне. Дождемся вечера, и встретим мистера Делюка в таверне. Да, окей. Короче, они хотят слаймов присамонить в таверну. Тоже неплохо, почему бы и нет. Так, чего у нас вообще по классам-то? Нужно глянуть, что у нас сегодня по боевому пропуску, что мне нужно закрыть в первую очередь. Так, еще два поручения, 10 минералов хорошо соберем, смолу тоже потратим, не проблема. Так, блин, волк севера. Вот где зарыта проблема. И что у нас погаче? А вдруг? А вдруг у нас там появились... Нет, не появились. Ну и ладно. Ну тогда, за достойную плату, как сказал наш главный герой, то да, мы можем продать и поймон. Если она превратится в милфу, то... Кормить ее, само собой, никто больше не будет. Она и так тогда от меня уйдет, сама своим ходом. А вот, кстати, пока хоза... Ну мы ее поймали где-то на дне реки, поэтому пока сложно. Может, да, может 9000, почему нет. А-а-а, дипломаты Фатуи. Миша и Люда, вот, значит, как. Ну-ка, погодите. Эй, ты стыхала? Что говорят рыцари ордов Авониус? Что они победили ужас буре. За еду. Хех, знаешь, я тут подумала, что рыцари оказались не так слабы, как кажется. Мы, может быть, все это... Может быть, они все это время скрывали свои истинные силы? Хм, чтобы рыцари там у себя не прятали, они нам, Фатуи, и в подметки не годятся. Жаль, что попытки склонить действующего магистра ордена к сотрудничеству успехом не увенчались. Да не страшно. Ты заметила, что синьору этот пустяк совсем не побеспокоил? Наоборот, она выглядела вполне довольной. Так ведь она, как бы, в-нибудь это... Сердце Бога... ...вырвала. Она или что-то сделала, или что-то задумала. Она что-то сделала. Энни, привет. Во всяком случае, синьора на нашей стороне. И какой-то там барбатос ей неровня. Вот бы она только не повстречала достойного противника. Да ладно, не волнуйся. Могущество синьоры сомнению не подлежит. Да, только огненного слайма ей забросите, как бы приехали. Блин, если пойму он робот, то было бы неплохо. Так, я награду забирал. Блин, награду я забирал. Обидно. Но мне до 24-го там дадут крутануть обычную гачу. Что как бы тоже неплохо. Так, ребят, давайте-ка мы сделаем небольшой перерыв. Буквально на 5 минут, после которого мы отправимся в таверну. И посмотрим, что там задумал Делюк. 5 минут и продолжаем. Продолжение следует...